У этого стенда толпятся мужчины. Здесь мастера из Ворсмы города в Нижегородской области продают охотничьи ножи. Сергей Чусков пришел за подарком другу на день рождения. Тот небольшого роста, поэтому и нож ему нужен соответствующий. Рука небольшая, поэтому я топор не возьму. Это тяжелый уже для меня, это уже не тот. Этот нож называется «Восход». Он сделан из стали и африканского дерева айвенга. Вот как легко он справляется с куском бумаги. Так же справится и с крупным рогатым скотом. Например, вы разделываете лоси или кабана. У кабана брюхо, песке, грязь, ворсины. Очень твердо, тяжело разделывать. Обычный нож быстро тупится. Этот хорошо выдерживает заточку. На выставке-ярмарке «Урал. Ювелир весна-2012» представлены изделия более ста компаний. Эти ювелиры приехали из города Янтарный и продают янтарные украшения. Бусы, серьги, браслеты. За полдня ушло более двухсот штук. Ольга Саматова пришла за браслетом. Купила. Теперь выбирает еще и бусы. Очень красиво. Тут можно купить все. Если бы деньги были, можно было бы купить все. Продавцы призывают обратить внимание и на необработанный янтарь. Якобы он восстанавливает щитовидную железу. При ношении трения дисков друг об друга образуется электростатическое поле, которое благотворно влияет на щитовидку. Традиционно на выставке огромный выбор колец, серег, кулонов из золота и серебра с драгоценными камнями. Предприниматели из Ульяновска привезли в этом году золотые подвески с изображением икон. Семистрельные иконы Божьей Матери помогают приобрести душевную гармонию, приносят семью мир, защищают от порчи, от сглаза. Сначала думали, спросом пользоваться не будут. На деле оказалось иначе. Продали больше двухсот. Удивительно, но покупают их в основном мужчины. Выставка в Коске России будет идти еще четыре дня. Татьяна Вахрушева, Павел Мамаев. Новости 4 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова